Гнуть трубы руками можно, но век высоких технологий не актуально. В этом убедились ученики девятой школы. Специально для них трубогибщики девятого цеха Севмаш предприятия провели открытый урок. Школьники узнали всю технологию сложного процесса, причем как на советском, так и на современном оборудовании. Сила есть, ума не надо. Правила прошлого века. В наше время все по-другому. В этом убедились ученики девятой школы. Сюда, в девятый цех Севмаш предприятия, они пришли на открытый урок специалистам-трубогибщикам. Второй год подряд девятая школа совместно с заводом проводит работу по профориентации учеников. Она позволяет ребятам больше узнать предметы, такие как, например, физика, химия, не только непосредственно в теории, но и на практике. Ребята больше стали интересоваться этими предметами. Более того, в прошлом году, если мы брали восьмой-девятый класс, то в этом году мы решили чуть-чуть пониже взять уровень. Это уже седьмой-восьмой класс. Пятнадцать ребят узнали весь процесс гибки труб от изготовления шаблона до готового изделия. Станки прошлого столетия помогли школьникам укнуться в историю производства. А вот новое поколение станков показало будущее развитие. Рабочие девятого цеха гнут трубы, по которым в дальнейшем будут идти воздух, вода и масло на подводных лодках и надводных кораблях. Самый меньший диаметр всего 6 миллиметров, больший 382 миллиметра. Сейчас в девятом цехе Семаш предприятия работают 343 трубогибщика. Из них почти половина молодежь. Нам же нужны ребята, которые придут на завод не просто потому, что куда идти дальше некуда или близко рядом вахта, а ребята, которые сознательно идут выбирать профессию соустроителя. Как правило, такие ребята закрепляются, они более мотивированы на длительную работу на предприятии. А как они могут это понять? Только посмотрев профессию изнутри. Мне очень понравилось, но хотелось бы посмотреть, как вот еще трубы обрабатывают. Ну, интересно, надеюсь, нас еще сюда сводят. На завод, может быть, пошла, но такая профессия мне не очень нравится. После экскурсии все ученики сдали мини-экзамен. Ну, а впереди новый открытый урок. В следующий раз на Семаши им расскажут о профессии сварщик. Дмитрий Ефимов, Александр Сенков, Вестник, Северодвинска.